Ассамблея государств, участников Римского статута Международного уголовного суда считает, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их в розыск, говорится в заявлении. МВД России в пятницу объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Указывалось, что он разыскивается по статье УК. Председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что Следственный комитет РФ скоро объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина. СК 20 марта возбудил уголовные дела на судей МУС Тамо Кааканы, Розарио Айталы и Серхио Годиниса и прокурора Карима Хана. Председательство Ассамблеи государств, участников Римского статута глубоко озабочено из-за сообщаемых мер властей Российской Федерации против прокурора и судей Международного уголовного суда. Председательство Ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений, говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте, президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.